Ребят, перед основной частью видеоролика хочу сказать, чтобы вы раньше времени не уходили, я в конце проверил всех героев на наличие у них фразы на смерть, поэтому смотрите там до конца, хотя бы, ну если какие-то герои вам скучные, можете переметать, там будут герои вчерашние, у которых я все же нашел фразу смерти, как-то так. Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends, и у нас русская озвучка в Mobile Legends, часть 2. Да, действительно, вы серьезно, прям, дико серьезно пролайкали прошлый ролик, отличный фидбэк, писали в комментариях по поводу того, как вам зашла озвучка или нет, много-много разных сообщений прочитал, многим ставил лайки, многим ставил прям такую пометочку от канала. Как это, лайк от канала, наверное, называется это все дело. И да, мне удалось добиться того, чтобы на тестовый серм мне прислали все же карточки героев, которых у меня не было, на которых вышла русская озвучка. Кстати, если не смотрел первую часть озвучки, то подсказочка вот там вот должна появиться, да, можешь по ней перейти, посмотреть первую часть, очень интересно, тем более, что людям действительно это супер классно зашло. Валир, Маша, Хуфра, Грэнджер и Ван-Ван у нас тут появились. Мне говорили, что Хуфру нужно попробовать юзнуть с Эсмеральдой, якобы у них может быть какая-то совместная фразочка. Ну, давайте, наверное, и приступим потихонечку, будем чекать героев, благо они у нас теперь есть. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и больше интересного контента. И инсайдики, инсайдики, 16 июня это должно появиться на основном серваке. Так что совсем немного, меньше месяца и русская озвучка будет на наших обычных родных серверах. Ну что ж, давайте мы начнем тогда как раз таки с танка, потому что вот мне говорили его юзнуть, попробовать с Эсмеральдой. Но дело в том, что я, возможно, сейчас попросту у меня отсутствует Эсмеральда. Вот в чем прикол. Выбрать вашего врага в магии. Ну и да, я ее тут не вижу, возможно, я, конечно... Да, героя этого, к сожалению, у меня нет, но она может там еще... Ну, по-любому она должна быть в магах, да. Да-да-да-да-да-да, когда-то она была еще в танках, но вот нет у меня Эсмеральд, так что если есть там совместная фраза, к сожалению, этого уже узнать я не смогу. Начинаем и будем чекать нашего Хуфру. Кстати, его фразу начальную мы не послушали, но я попробую ее послушать сразу по завершению. Того, как мы проверим фразы нашего героя. Много фраз было у разных персонажей. Так, ну что, интересных были, даже были отсылки к другим персонажам. Вы помните, да, как Дарью сказал, тебе бы подучиться у Томуза. Вот такую фразу он сказал. А еще, как Лесли говорила, типа, такую фразочку, передай моему брату, что ему пора идти кушать домой, да? А также мне дали дельный совет, если хочешь проверить. Никто меня не остановит. Да, блин, ну послушайте эти голоса, просто как, как все качественно круто сделано, кайф. Пусть в мое правление добавит немного веселья в этот скучный мир. Уничтожение будет началом моего правления. Ну, я думаю, вы сами понимаете фразы, да? Не следует мне их тут повторять, если бы я сильно кайфанул от какой-то фразы. Я бы, наверное, сказал что-то. Первую фразу я, ну вторую, да, не до конца там услышал. Я бессмертен. Я бессмертен. Все просто. Никто меня не остановит. Подспособлен. Хочешь узнать, что скрыто под этими бинтами? А, хочешь узнать, что скрыто под этими бинтами, да, отсылочка на его прям скины даже. Прикольно, прикольно. Случайно или нарушно нет никакой разницы. Случайно или нарушно нет никакой разницы. Давайте попробуем к Зелонгу подойти. Да, я бессмертен. Пошли повторы. Никто меня не остановит. Ну, единственное, что остается, наверное, прокачать способности и попробовать чекнуть себя. Знаете, такие все на один манер. Вот не могу сказать, что прям... Уничтожение будет началом нулевоправления. Ну, после убийства ничего нет. Ну и давайте, наверное, посмотрим фразу, которую он говорит. Может быть, оно наложилось одно на другое, но на самом деле... Ну, такие все типичные фразы, да, уже... Хотелось как-то кайфануть с чего-то. Уничтожение будет началом моего правления. Хотелось что-то необычное, наверное, услышать, но... Все, в принципе, так, как и должен говорить Хуфра. Качественно сделано все. Прикольные фразы. Отсылок никаких мы не услышали, к сожалению. Хочешь узнать, что скажут об этих бинтами? Ну, наверное, поехали дальше. Смотрели следующих персонажей. Русская озвучка. Это круто. Это действительно круто. Поехали дальше. Ну и фраза появления, которую мы пропустили на Хуфре. Все должны повиноваться мне. Все должны повиноваться мне. Ну, в принципе, мы вчера это уже разбирали. Кстати, ребят, по поводу вчера. Вчера вышел не только ролик по первой части озвучки в Mobile Legends. Также вышло первое впечатление на нового героя... Бандетта? Так ее зовут? По-моему, да. Так вот, там розыгрыш на 1800 алмазов. Опять же, подсказочка... Куда это? В какой угол мне показывать? Там, да. Подсказочка там. Переходите. Обязательно участвуйте в розыгрыше. Ну и посмотрите, что за новый герой нас в скором времени ожидает. Появление какого героя мы все с вами ждем. Ну что ж, поехали следующий персонаж, на которого добавили русскую озвучку и которого у меня не было вчера. Это Валир. Все охвачено пламени. Просто крутейшие озвучки. Просто шикарнейшие озвучки нашего Валира, да? Давайте кого-нибудь героя добавим, у которого тоже есть русская озвучка. Но на самом деле это ни на что не повлияет. Просто... Класс. Просто класс. Я до сих пор балду от того, что просто есть эта озвучка уже в игре. Потихонечку она внедряется. Я надеюсь, вам это супер заходит. И мы дождемся озвучку на всех персонажей. Это будет не 13 героев, а всех 100. Ну практически 100, которые... Сколько там? 95-97 сейчас в игре, да? На тестовом сервере. Welcome to Mobile Legends. Давайте, наверное, сразу максимальный уровень себе, да? Ну и давайте, может быть, прокачаем. Может попробуем что-нибудь постануть. Ну просто что мешает, кашу комментатору. Мой учитель не может просто понять меня. Почему мой учитель, да? А кто интересный, его учитель? Возможно, кто-то из игры. Возможно, тоже кто-то связанный с пламенем. Поехали. Скоро вы все познаете мощь арканы. Давайте попробуем что-нибудь постануть. Может сразу по... Тебе не убежать от моего пламени. Попробуем убить, например, его. Почувствуй адское пламя. Ну вот, постражались немножко, да? Добавил еще одну фразу там. Скоро вы все познаете мощь арканы. На повторе уже сказал он одну фразу только что. Не говорит, что это все. Может мне стоит сделать себе пылающий скейтборд? Было бы неплохо. Это как, кстати, у Горда, да? Вот эта вот фишечка. У него же скейтборд. Скоро вы все познаете мощь арканы. Опять он говорит эту фразу. Это его любимая фраза. Давайте ультанем. Почувствуй адское пламя. Такие звуки шикарные у него просто способностей, да? Ну, кстати, это как будто бы связано как раз таки с убийством. Может мне стоит сделать себе пылающий скейтборд? Мне кажется, Валер, ты уже об этом говорил. Мы пойдем, наверное, еще умрем. Почему мой учитель не может просто понять меня? Тоже его учитель, интересно. Ну, вот, кто знает, в комментах обязательно напишите. Кто же учитель Валира? Это все же какая-то... Магия! Нет! Это Аркана! Круто. Круто, круто. Все равно. Вот прям такая... Как будто бы историю какую-то ты познаешь, когда слушаешь этих персонажей, да? Он такой, магия! Нет! Почувствуй адское пламя! Как называется способность, интересно? Пламя отомщения, да? Но смотрите, когда он ее каскует... Скоро вы все познаете мощь Арканы! Да-да-да, мы в курсе, бро, в курсе. Подожди, вчера... Вчера меня Дариус перебивал, не давал мне сказать народу, чтобы подписывались на канал, и говорил, твоя стратегия жалкая. Сегодня Валир мне пытается помешать. Так, ну что, давайте я пробую еще раз кастануть ультимейт. Тебе не убежать от моего пламени! Нет, я думал про адское пламя, познай мощь, ты-то вот будет здесь. Как-то с этим связано, но, видимо, нет. Почему мой учитель не может просто понять меня? Это мне нравится больше все же, нежели Хуфра. Валир мне заходит больше, прям я бы и был... Спасибо! Вот, наконец-то, я вот... Да, там у Хуфры какие-то были стоны, я не понял, что это было. Но Валир прям умер и такой... Мое пламя! Класс! Может, мне стоит сделать себе пылающий скейтборд? Считаю, что да. Жду скинет с пылающим скейтбордом на Валира. Если такого еще нет. По-моему, нет. Поехали к следующему герою. Да, чекнул я скины Валира скейтборда. Там, к сожалению, не нашел. Ну что ж, Валир, Хуфра, пройденный этап. Осталось у нас три персонажа. Вы их знаете, Грэнджер Маша Ван Ван, но, наверное, Машу, как русского персонажа, скажем так, да, мы оставим напоследочек. А давайте, наверное, возьмем тогда двух АДК по очереди Грэнджера. Стрелок Грэнджер. Многие говорили, что им нравится Грэнджер больше на английском языке. Но сейчас я скажу свое мнение по поводу озвучки Грэнджера. Испытайте благозвучие страдания. Ну, наверное, девчонкам не понравилось, что у него такой мужской голос, да, больше. Они, наверное, хотели такие «Хе-хей! Я Грэнджер! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу!» Как Лесни, чтобы он говорил. Мы тебя уже убивали. Давайте какой-нибудь герой созвучки с прошлого дня. «Грэнджер ночи! Да начнется охота!» «Да начнется охота!» Подтверждаю. Поехали! Грэнджер! Кстати, я, наверное, не смогу ульту Кастануджа. У него же как-то, наверное, движение надо делать. Или можно просто нажимать кнопку атаки? Просто вроде как атака, движение. А одной мышкой это делать будет очень сложно. Ну что, Валер Хуфро! Да, как раз таки про сонату. Недавно от трактора узнали, да, о чем тут вообще он рассказывает. Так вот, он... Да. Он исполнит сонату на моем трупе. Ну, как на моем. Я как бы и есть он сейчас. Твоя смерть. Музыка для моих ушей. Я сражаюсь только за себя. Ну, как-то пока что не весело. А повеселее что-нибудь. Грэнджер, давай, удиви нас. Даже не пытайся ускользнуть. Ну, блин, это круто. Круто будет играть. Даже не пытаясь его скользнуть, он будет говорить. Твоя смерть. Музыка для моих ушей. Это мы слышали. Это мы слышали. Слышите какой-то звук? Я сражаюсь только за себя. Музыки добавлю. Как будто бы какая-то... Ну, не музыки, а мелодия. Как будто бы какая-то. Видите, я пытаюсь кстануть первым, конечно. Я ухожу в молчанку тут же. Дополнительная мелодия. Даже не пытайся ускользнуть. Возможно, она была и в русской версии. В английской. Я сражаюсь только за себя. Да, мы это все уже слышали, на самом деле. Ну, в принципе, наверное, все. Даже не пытайся ускользнуть. Больше стонов. Пойдемте попробуем умереть от Тавара. Я думаю, в принципе, наверное, все услышали. Вторую не кастовали ни разу. Кастанули. Хочешь узнать, что в кейсе песенка спята? А, ну, короче, хорошо. Хочешь узнать, что в кейсе у него есть еще фраза, да, которую мы не слышали? Давай не будем усложнять. Да, и он сказал песенка спята при смерти. Я не понял, почему у других персонажей вчера прям вообще ни у кого не было. А тут мы чекнули Валира, чекнули Грэнджера, и у двоих фраза есть. Как раз таки. Но, в принципе, наверное, все. Я исполню сонату на твоем трупе. Было. Твоя смерть. Музыка для моих ушей. Поехали дальше. Ну что, стрелок номер два в нашем списке, и это Ван-Ван. Надеюсь, будет весело, действительно, потому что веселье для данного персонажа на первом месте. Давайте мы... Да, Ван-Ван мы выберем себе, а противника мы поставим как раз таки попытаемся другого стрелка. Стрелки на самом деле у нас не получили у нас озвучку, да? Лейла, Грэнджер и Ван-Ван. Немало стрелков получили озвучку. Снайпер готов к бою. Дайте цель. Снайпер готов к бою. Дайте цель. Ох. Я еще кайфую с прошлых озвучек, с самого первого моего впечатления, вчерашнего. Да, 8 героев сегодня. Всего лишь 5 у нас. Но вот как раз таки предпоследний персонаж уже. Ван-Ван, давай, Ван-Ван, удивляй. Сейчас будет сложно кастануть ультимейт без мышки. Я не знаю, смогу ли я вообще это сделать. А, ну на боевом боте. Конечно, смогу. Могу на базе сделать это прямо сейчас. Но смысла нет, потому что он сейчас будет там... До 15 секунды лучше вообще ничего не говорить было и обрезать просто это. Но учитывая, что я что-то тут уже говорю, то обрезать, наверное, не буду. 15 секунды, здорово. Давай, Ван-Ван, удивляй. Хватит распространять слухи. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кто-то сплетни распускает про Ван-Ван, она обиделась. Попробуй поймай меня. Да, по делу, по факту. Попробуй поймай ее. Действительно, когда играешь против Ван-Ван же. Есть такое ощущение, да? Я никогда не промахиваю. Ну, да. Промахнуть сложно. В этой игре. Ну, если ты играешь, конечно, не на киме. Хватит распространять слухи. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте, наверное, отойдем немножко. Слепая уверенность в себе ни к чему не приведет. По факту. Просто по факту разваливает. Так, ну что, давайте, наверное, я получу себе максимальный уровень. Прокачаю ультимейт. Мои дротики кусаются. Класс. Класс. Вот это реально круто. Вот это реально круто, потому что каждая способность хочется, чтобы была озвучена. Да, конечно, не у всех таких персонажей вообще было и будет. Но вот мои дротики кусаются, да? Это класс. Милота какая, господи, боже мой, ван ван. Так вот, ван ван, мне нравится озвучка очень. Попробуй поймай меня. Она как минимум кричит всегда при дротиках, да, по-моему. Но, видимо, там просто совпало. Я никогда не промахиваюсь. Слышали, слышали. Давайте попробуем, наверное, ультануть. Так, боевой бот. Типая уверенность в себе ни к чему не приведет. Просто что за пацанский встатник? Мои дротики кусаются. Ну что, поехали. Не хочу спешить, чтобы... Мне бы чуточку роста. На самом деле, наверное, и все, но... Герой... Озвучка классная. Попробуй поймай меня. Ну, сделал килл тоже без звуков. Было бы прикольно увидеть Линга в милой юбке. Ну, пожалуйста. О, блин, блин, как это круто. Я прослушал все. Кого увидеть? Слепая уверенность в себе ни к чему не приведет. Было бы круто увидеть Лео в милой юбке или нет? Попробуй поймай меня. Было бы прикольно увидеть Линга в милой юбке. Линга, да. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Она так это говорит. Просто вот реально вот эти вот... Которые аниме-озвучки я в своей жизни слышал, они звучали именно, по-моему, так. Мои дротики кусаются. Кто, кто этой озвучкой-то занимался? Ну, круто. Действительно, по... Почему мы это знаем? Почему мы это... По шахматам мы знаем, что как раз-таки... Мне бы чуточку роста. Ван-Ван входит один отряд с Лингом, и... Именно дело в этом. Она именно к нему делает отсылку. Ну, как бы круто увидеть Линга в милой юбке. Вот, опять же говорит... Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Как бы круто было увидеть Линга в милой юбке. Класс. Это вот реально классно. Хватит пространять слухи. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все фразы сказала, но мы услышали, да. Как раз-таки ее фразу, посвященную тому, что... Слепая уверенность в себе ни к чему не привидит. Поехали к следующему герою. Ну что ж, Маша Тигрил. Тигрил, который говорит... Что Тигрил? Во имя чести. Во имя чести он говорит. Ну и Маша, которая... Почему я не сказал, что Маша говорит? Кстати, я уже записал разок, но запись была отключена, да. Поэтому вторая попытка. Маша меня... В пламя битвы никогда не погаснет. Но, когда я играл на Маше, я кое-что наконец-таки понял. То, что... Во имя чести. Видимо, у каждого героя есть звук, который сопровождает смерть. И есть просто стоны, типа... Оооо... Которые, наверное, на всех героях есть. И есть фразы. И то есть мы это видели как раз-таки на Валире. Мы это видели на Грэнджере. Мы это видели на... Маши на 1-1, я не помню, на прошлом герое было или нет. Короче, если все же я еще в каких-то героях это найду, то после Маши как раз-таки будет вот данный момент со смертями других персонажей. Ну что, Маша, удивляй. В прошлый раз начала болтать сразу же, моментально просто. Где там максимальный уровень? Ты знаешь, что такое эстетика насилия? Вот, кайфовая фраза. Вот от нее я прям говорил уже на запись, что мне эта фраза очень понравилась. Эстетика насилия. Причем тут я вот, я понять не могу. Маш? Ну, звуки, да. Вхождение. Я тут главная. Кстати, я эту фразу в прошлый раз даже не услышал. Да, на английском языке она кричит «Ура!». Даже и не думай дурачить меня. Здесь она кричит «О да!». Ну давайте мы крипов разберем, наверное. И попробуем залететь под смерть. Да погоди ты! Я пытаюсь нежнее. Вот это классная фраза. Просто стоны. Но при этом, при этом, при всем. Я тут главная. Хорошая фраза, я тут главная. Вот прям кайфовая фразочка. Просто звуки атаки. Я тут главная. Твоя трусость меня злит. О да! Слышал еще фразы. Даже и не думай дурачить меня. Вот это ты говорила уже. Можно, пожалуйста, фразу про предков? Про борьбу? Где фразы про борьбу? Отсылки красивые. Мои руки созданы для борьбы. Спасибо! Спасибо! При использовании способности, да, сказала ее? Во славу моих предков. Как под заказ. Как под заказ. Я все помнил просто. Ну и нужно, наверное, пойти и отъехать от тавера, как говорится. Да? По пасту. Да погоди ты! Я пытаюсь нежнее. Мне по-моему, нравится сейчас все, да? Вот, видите? В прошлый раз я умер и... Ма. А сейчас умираю и мне нужно отдохнуть. Я тут, главное, должна была сказать Маша. Ребят, я сейчас попробую проверить персонажей вчерашних, есть ли на наличие звуков смерти. Вот так вот. Храбрый воин никогда не будет прятаться в кустах. У Тегрила дважды вот сказал эту фразу. Я проверю сейчас еще и третий раз. Даже с трех попыток я не нашел у Тегрила дополнительные фразы после смерти. Хорош! У хилкарта есть фраза после смерти, которую я вчера не услышал. Моего яда. Ну и еще одну послушаем. А мы возродимся во тьме. По-моему, так он сказал. Спасибо, хилкар, что хоть ты не расстроил меня. С Леной на самом деле сложный вопрос, потому что я сейчас буду пытаться проверять, наверное, на ее смерть и в состоянии бездны, и в состоянии просто девчоночки миленькой. Кто я? Ну вот она сразу сказала, кто я, в состоянии как раз-таки милой девочки. И вот есть обычная еще фраза у нее. Ну, кстати, в состоянии бездны умер. Сейчас попробую еще раз в состоянии бездны умереть. Но она превращается в обычную, когда погибается. Иди в темную бездну, и я приведу тебя к победе. Цело, заберенное в огне. Сердце, принадлежащее бездне. Видимо, у нее все же две фразы. Сердце, принадлежащее бездне. Эта фраза, мы ее вчера не слышали, это после смерти в состоянии бездны. Вот так вот. То есть, о некоторых героях я по три раза проверил, и никакой фразы нет. Возможно, она случайно настолько, что просто случайно, и мне три раза супер не повезло. Поехали дальше. Ну, копейка, кому не лень. Вам жизнь, копейка, а мне мишень. Три попытки найти фразу после смерти у Лейсли не привели к успеху. Поехали к следующему герою. Идеальное сочетание силы и магии. Мой клинок недостаточно быстр. Вот, только с третьего раза он говорит эту фразу. Магия находится в разуме. Я даже боюсь, что на некоторых... Но мой клинок следует зову сердца. На некоторых героях я не смог просто дождаться этой фразы, потому что она очень случайная. Не может быть. Да, с первого раза. Спасибо большое, Хильда. Не пришлось долго ждать. Не может быть. Не может быть просто. Хотя тоже на примере Хильды можно понять, что... Вчера мы эту фразу не заметили, но сегодня она появилась. Я вчера пытался умирать, потому что я предполагал, что у героев могут быть фразы смерти, но ее не было. Остается у нас Дариус, остается Ван-Ван, потому что, по-моему, я на ней умер всего лишь разок. И она просто сказала Вот это вот, как они обычно говорят Поэтому ударился Пытался, пытался Не получилось Не получилось даже красиво умереть Вот только для эксперимента Делаю четвертый раз Опять про мою стратегию Проверить себя четвертый раз Сколько можно, Дариус Это оскорбляет мои чувства Наверное, просто у некоторых героев нет Не выпадает с трех раз Это, вероятнее всего, просто фразы нет Дариус у нас фразу такую не получил И чекаем напоследок еще Ван Ван Который, на которой я умер только единожды Ребят, у меня предложение Давайте с вами Ребят, у меня предложение Давайте с вами замутим некий интерактивчик Вот моя любимая фраза, которая Была здесь, это Стартуем от Хильды Какая ваша самая любимая фраза? Также я могу добавить, что мне понравилась фраза Ван Ван, которая говорит о том, что Хотелось бы увидеть Линго в юбке И мне понравилась фраза Дариуса, когда он сказал Тебе бы подучиться у Тамуза Типа чему-то, да? То есть у Тамуза Как раз таки он говорил так Вот мои топ-3 фразы Какие фразы понравились больше всего вам Из первого и второго ролика Если что, по подсказочке Было видео Там можно нажать сейчас на Сыскательный знак И перейти на видеоролик С первой частью озвучки Класс, 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 класс просто Так я и не дождался фразы от Ван Ван Ребят, огромное спасибо, что досмотрели Этот видеоролик до конца Спасибо, что поставили лайк Ну и помните про наши интерактивчики Да, небольшие, про любимую фразу напишите Напишите героев, которых вы быстрее бы хотели Увидеть все же с русской озвучкой 16 июня озвучка на основных серверах На 13 персонажей На которых мы, в общем, эту озвучку С вами уже и посмотрели По ссылочке в описании первая часть озвучки И по ссылке в описании Не в описании, а также в подсказке Розыгрыш, да Бенадетта Как же тебя зовут? Бенадетта, да С новым героем Бенадетта Да, там розыгрыш на 1800 алмазов Спасибо всем, до скорого, пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok